Здравствуйте! И вновь на ваших экранах программа о самом интересном, актуальном, полезном. Обо всем честно. Я ее ведущая Ольга Харламова. Пора хоть ненадолго отвлечься от дел, но потратить это время с пользой. Вокруг нас столько всего происходит, но не все это замечают, а если и замечают, то часто доверяют непроверенной информации. Мы же не будем верить слухам и сами все узнаем. Надеюсь, скучно не будет. Поехали! Как говорится, есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Вода, огонь и как работает другой человек. О работе сейчас мы говорить не будем, речь пойдет об огне. Его покорили еще древнейшие люди, и ведь есть в нем не только польза, но и красота. Кто хоть раз не любовался, например, пламенем костра, его непостижимой загадочностью и яркостью? А ведь еще в 60-70-х годах появились огненные шоу, или иначе фаер-шоу, некая разновидность уличного перформанса. Со временем театры огня появились и в Рязани. Фаерщики ловко крутят горящие шары и веера, создавая тем самым огненные узоры в ночной тьме. Некоторые даже выдувают огонь изо рта. Смотрится очень зрелищно и завораживающе. Кто-то считает это баловством, кто-то восхищается такими трюками, но выполнять их нужно с осторожностью и обладать определенным мастерством. Вообще, насколько это трудно, как все это происходит и чем опасно? Мы постарались приоткрыть завесу тайны театр огня. Бывает, что как только узнаешь о чем-то новом, сразу понимаешь – да, это мое, я буду этим заниматься. Сомнений, надо это или нет, уже не возникает. И именно так многие открывали для себя шоу с огнем – фаер-шоу. Увидели – и загорелось. Актеров театра огня называют фаерщиками. Ночь – их время. Ведь именно когда день уступил место ночной темноте, их выступление выглядит особенно эффектно. А вот как научиться так ловко и красиво управлять огненными шарами? Выдувать огонь изо рта и создавать зрелищные шоу, удивляя публику. Необходимо терпение и желание постигать новые грани в этом мастерстве. Многие фаерщики – самоучки. Но самое главное – это осторожность, аккуратность и соблюдение необходимых правил безопасности. В первое время можно использовать только тренировочный реквизит. Иначе вместо затейливых огненных узоров в темноте могут появиться совсем непривлекательные ожоги на теле. И это в лучшем случае. Начинать, конечно же, с тренировок без огня. То есть к огню я лично допускаю не раньше, чем через месяц человек, потому что он должен привыкнуть к этим движениям, чтобы не удариться о себе. Естественно, когда ты занимаешься огнем, обязательно кто-то еще рядом должен быть, потому что если вдруг получится так, что ты загоришься, ты сам себя можешь не потушить. Для того, чтобы тушить, естественно, не нужна вода. Она, наоборот, мешает. То есть керосин плавает на воде, и это просто позволит распространиться огню больше. Мы используем брезент. То есть мы просто накрываем эту горячую область, там, где горит, и, соответственно, оно без кислорода тухнет. Свет от огня яркий, поэтому многие надевают специальные очки. Кстати сказать, они же защитят глаза от керосина. Ведь именно его фаерщик набирает в рот для того, чтобы создать эффект пламени изо рта. Резкий выдох на факел, и вуаля, получается яркий столб огня, почти как у дракона. Называют такой прием бризинг. Но без специальной подготовки его выполнять нельзя. Йонные бризеры тренируются на обычной воде. Волосы убирают от лица, повязывают банданы. Обязательный атрибут и на пульсники. Ведь приходится постоянно вытирать керосин со рта, иначе его капли могут воспламениться прямо на лице. При мне один мой знакомый загорался, ну, он просто не соблюдал технику безопасности. Он взял в руки бензин, а он очень высоковоспламенимый, и, соответственно, он при нас же загорелся. Но там нас спасло то, что была зима, и был рядом сугроб. Он просто юркнул в него, и все потушилось. Но две недели у него слезала кожа, волдыри появлялись на лице. Есть в театре огня, как продвинутые актеры, так и новички, которых обучают необходимым навыкам. Ведь мало просто научиться крутить огненные шары или веера. Нужно это и преподавать красиво. Стоя столбом, вряд ли это получится сделать. Поэтому хоть минимальная хореография должна присутствовать в таком выступлении. Начинают учебу обычно с так называемых поев. Это пара шаров на веревке. Их вращают в руках, удерживая за специальные ручки. У нас есть разделение. То, что крутят девочки, и то, что крутят мальчики. У девочек больше такой реквизит, который нужно держать в руках и красиво преподнести. То есть это, допустим, веера, состоящая из пяти-семи спиц с огнем, пояс, соответственно, чаши, с которыми они работают. А у мальчиков больше такой более тяжелый реквизит. Это стаф, шест, как некоторые говорят, бо, даблы, кометы. Это огромный шар на длинной цепи. Так что тренировки проходят регулярно. К выбору керосина для выступления подходит ответственно. Не каждый сгодится. Ведь от его качества зависит безопасность фаерщиков. Некоторые производители включают в состав керосина слишком много химии. Он становится едким и может разъедать кожу. У нас такие случаи бывали, то, что пользуемся одним видом керосина, а потом приходит, допустим, зима, и они добавляют какие-то химикаты туда. И из-за этого начинает кожу облазить. Это было. Поэтому мы следим за этим и пытаемся менять керосин на более лучший. Если мы его разлили на асфальте и не смогли поджечь, значит, это хороший керосин. Если он загорелся, это плохой. То есть это, как сказать, проверка такая же, как на лице. То есть если он вдруг останется на лице, он загорится или нет. Но не секрет, что под крышей играть с огнем нельзя. Для организации шоу в закрытом помещении используют светодиодные шары, не способные вызывать сгорание. Они бывают различных форм и цветов. Выбирается реквизит в зависимости от веса, яркости, цвета и, конечно, бюджета. В основном фаерщики учатся друг у друга или перенимают мастерство у более опытных товарищей из других городов или стран, обучаются по видео в интернете. Ну и, конечно же, собираются все вместе на самых разных фестивалях огня. Ну и раз уж у нас пошел разговор о необычном искусстве, давайте его и продолжим. Песочное шоу – это живое выступление художника, который рисует песком на специальном световом столе. Это не просто картины. Тут рождаются самые разные образы, лица, фигуры, предметы, которые потом на ваших глазах превращаются в другой сюжет. Вы наблюдаете за всем процессом. А что получится дальше из этой картины? Так что это за искусство? И больше оно ради денег или для души? Многие задают вопрос, а какой песок используют, рисуя такие картины? Самый обычный морской, хорошо просеянный. Никакого секрета тут нет. Говорят, для того, чтобы создать песочное шоу, не обязательно быть художником. Я попробовала, было поначалу очень сложно, потому что в Рязани никто этим не занимался и преподавателей не было. Приходилось все учить, пытаться освоить собственными руками при помощи видео, при помощи каких-то таких собственных экспериментов. Даже не имея каких-то художественных навыков, имея зато богатую фантазию, можно из песка создавать абсолютно удивительные вещи. Главное, пожалуй, в таком искусстве это даже не столько уметь красиво рисовать, сколько научиться делать плавные, незаметные для зрителя переходы из одной картинки в другую. Поэтому песочное шоу и называют песочной анимацией. Учиться с ноля не так уж и просто, как и много чему, если совсем нет навыков. Сначала вообще даже не представляла, как это рисовать, но потом потихонечку, пробуя что-то, учась у других мастеров, опять же, по видео каким-то урокам, потихонечку стала понимать, что это такое и как им управлять. А бывает, что зрители просят импровизации, ведь продумать, отрепетировать программу – это одно, а вот так сходу создать песочный сюжет, придумать идею и переходы. А что, если дать свое задание художнику песка, сможет выполнить? Раз уж мы рассказываем обо всем честно, то скажем. Порой он делает вид, что не растерялся, что все так и задумано. На самом деле это все же волнительный момент. Делаешь вид, что ничего такого не произошло, включаешь фантазию, и начинаешь рисовать какие-то образы, которые всплывают в голове, может быть, опираясь на какие-то знания, которые я уже имею. Потихонечку пытаешься что-то создавать. Самая лучшая импровизация – это подготовленная импровизация. Так что все, мы хорошенечко репетируем. Хороший песочный художник не использует чужие идеи, не ищет сюжеты в интернете. У любой сказки, даже песочный, должен быть автор. Создаем любую программу сами, то есть не берем из интернета. То есть придумываем все сами, от и до, начиная от набросков и заканчивая уже готовой программой. Но я думаю, для художника подобный проект не может быть коммерцией, потому что в тех делах, в той деятельности, где управляет именно интерес такой материальный, там нет души, и зритель сразу это чувствует. Это жизнь, в которой ты проживаешь вот на этом песочном столе. Хотя, конечно, есть и коммерческие проекты песочного шоу. Но хорошо, если желание заработать больше денег не сильнее любви к творчеству, то, по правде говоря, в наше время редкость. Вот такой сегодня получился у нас выпуск. То, что многие считают простым, дается не всегда просто, и оно того стоит. А время нашей программы подошло к концу, но тем интересных много, поэтому мы обязательно продолжим в следующий раз. Важно не просто находить информацию, а делать из нее правильные, объективные выводы. С вами была программа «Обо всем честно», и я, ее ведущая Ольга Харламова. Скоро увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова